Ночь Тонут во мгле пустынные соки, Тучей покрыт восток. Здесь, под землей, Наши герои спят. Песню над ними ветер поет, И звезды на них глядят. Тонизал с колей долетел, Это гром вдали прогремел. И опять с кругом все спокойно, Вновь молчит течение ночной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Песня. 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 Русский музей в Австралии проводит ее совместно с фондом «Русский мир» и с родственничеством в рамках подписанных соглашений. Уважаемые участники конференции, сейчас я попрошу отца Никиту Чумадаку благословить нашу работу и прожитать молитву и прошу вас всех стать. Песня «Русский музей» Позвольте от всей души приветствовать вас в стенах Первого Русского музея в Австралии. Ежегодно в сентябре мы вспоминаем о тех важных событиях, которые проходили в Азии в 1945 году. Союзные державы, СССР, США, Легебритания и Франция одержали победу над Японией в Тихоокеанской войне. Тем самым была поставлена точка не только в войне сегодня, но и завершена Вторая мировая война. Дорогие соотечественники, слово для приветствия представляется нашему уважаемому генеральному консулу Российской Федерации Оржаеву Игорю Николаевичу. Тема Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, конечно же, очень важная и актуальная. Особенно сейчас, потому что в истории Второй мировой войны, как вы знаете, очень много белых пятен, нераскрытых страниц. А ведь, как известно, тот, кто плохо знает свою историю, тот не может понять то, что происходит в современном мире, ее тенденции, а уж тем более не может заглянуть в будущее. Поэтому, конечно же, мы должны изучать свою историю и знать, что в ней было и плохого, и хорошего. Не буду слишком злоупотреблять ваше внимание. Тема очень важная, достойная изучения и внимания. Я думаю, мы с удовольствием сегодня заслушаем доклады, сделаем для себя некоторые выводы полезные и раскроем для себя дополнительные странички. Еще раз хотел бы поблагодарить организаторов. Я так думаю, эта конференция стоит определенным лучиком света, который прольет свет на... Луч, который прольет свет на то, что происходило три четверти века назад. Спасибо. И весьма отрадно, что вот мы вспоминаем события этих дней, вспоминаем о нашей великой победе. Здесь, в стенах русского музея в Австралии, в стенах первого русского музея в Австралии. И здесь, все вы, конечно, знакомы с экспозицией, представлены здесь. Здесь сохраняются материальные предметы нашей жизни в Харбине. Материальные предметы жизни казаков в Трехречии. Сегодня у нас 20 сентября 2020 года. А 16 сентября 1945 года в Харбине состоялся торжественный марш-парад в честь победы советских войск над Японией. И принимал этот парад комендант Харбина, генерал-полковник Афанасий Павлентьевич Белбородов. Таким образом, получается так, что мы проводим вот это вот наше собрание ровно, практически ровно, через 75 лет после окончания войны на Дальнем Востоке, через 75 лет после освобождения Манчжурии. 2 сентября 1945 года в 9.02 по токийскому времени на американском линкоре Миссури был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Крупнейшая в истории на тот момент человечества война была закончена. И поскольку сегодня мы говорим о событиях Великой Победы, я закончу свое выступление словами песни. Где же вы теперь, друзья-однополчане? Мы с тобой припомнили, как жили, как теряли трудным верстом счет. За победу мы по полной осушили, за друзей добавили еще. И я думаю, что первый тост, который на трапезе, которая собирается быть, первый тост уместно произнести за нашу победу. Даже мне прослушав, это как-то вспоминается наша жизнь в Китае, и особенно через что прошли наши предки. Я постараюсь быть кратким и скажу, что в 1945 году, мне было 7 лет, я хорошо помню, стоим мы на вокзале, подходит эшелон Забайкальского фронта, на вокзале станции Аньда, на север от Гарбина, приблизительно 120 километров, где мой отец в то время был начальником участка пути, тоже приблизительно сотни километров в сторону России. Вдоль всей железной дороги была полоса отчуждения, где располагались и жители русские, которые эмигрировали, перебрались в Маньчжурию, работали на самой дороге или открывались свои предприятия. Вообще жили по русским законам, была русская охрана, строили церкви, создавали школы. И управлялась КВЖД до 1917 года, совместно как Россия с Китаем. И 19-го числа я, будучи мальчишкой, пошел смотреть кто и что и как. И что у меня осталось в памяти, что вот эти 40 тысяч японцев, которые были там, как они себя вели. Подходили японцы с винтовками, складывали винтовки в кучу, вот вроде этого. Проходили, приходили офицеры, японские шпаги вытаскивали, складывали и прямо шли на вокзал готовые шалоны. 75 лет назад, в 1945 году, Тихоокеанский флот активно содействовал войскам 1-го Дальневосточного фронта, воевавшего на Дальнем Востоке с Японии. Советское командование поставило перед Тихоокеанским флотом задачу овладеть базами и портами противников Северной Кореи, куда отходили отступающие японские части. На исторической встрече во Владивостоке состоялась передача председателю Приморского краевого отделения Русского географического общества Общества изучения Амурского края Алексея Буякову картины «Десант Тихоокеанского флота» в Си-Син 15 августа 1945 года. Уважаемые участники конференции, поздравляю вас с 75-летней победы над Японией и окончанием Второй мировой войны. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости, духа. Новый проект, который начинает Первый русский музей в Австралии, совместный с фондом «Русский мир», очень важен для наших соотечественников здесь, на зеленом континенте. Он поможет объединить вокруг Русского культурного центра, строительство которой вскоре начинает Михаил Моисович Овчинников. Русский музей «Русский мир» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...